Доброе утро! А у ваших покорных слуг есть еще одна причина для праздничного настроения. Сегодня день российской печати. Праздник всех тех, кто однажды решил, что журналистика – это его призвание. Признаюсь, для нас каждый день особенный, если мы видимся с вами, дорогие зрители. За окном 13 января, четверг, в эфире «Народное утро». С вами я, Евгений Семенов. Давайте встретим этот день вместе. Доброе утро! Доброе утро! А следующая информация однозначно не будет случайной. Наша постоянная рубрика «День в календаре» прямо сейчас на ваших экранах. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, тех, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и всех работников СМИ «День российской печати». Он связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Первый ее номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти случившихся в московском государстве и военных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия. Это были то «Ведомости», то «Российские ведомости», а то «Ведомости московские». С 1 января 1870 года высочайшим повелением было позволено устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания, как русские, так и иностранные. В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране уже выходило свыше трех тысяч периодических изданий. После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая, дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» и переименован в День советской печати. В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий. Более половины наименований – это газеты и журналы. Ежедневно по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий. Всего в Российском реестре средств массовой информации, по данным Роскомнадзора, на январь 2020 года зарегистрировано свыше 146 тысяч средств массовой информации. Поздравляем с профессиональным праздником коллег! Желаем вдохновения, смелости, успехов, благодарных читателей и зрителей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Овны! Вам придется мобилизировать все свои силы, чтобы начать работу. Это нетрудно, если рядом найдутся вдохновляющие вас люди. Постарайтесь присутствовать везде, где есть чем поживиться. Мы говорим о креативе и творчестве. Запишитесь к врачу, если есть симптомы простуды. Тельцы. Отличный день для тех, кто держит свой бизнес. Никакие невзгоды и завистливые партнеры не смогут изменить ваши планы. Но некоторых конкуренция подстегнет к решительным действиям. В отношениях с супругом появится трещина, залепить которую можно романтикой и презентом. Близнецы. Если вы никогда не верили в поговорку «поймать удачу за хвост», то сегодня на личном опыте убедитесь, что она работает. В делах, на которые вы махнули рукой, произойдут позитивные продвижения. Имеющиеся денежные запасы придется потратить на что-то нужное для дома и семьи. Раки. Гороскоп рекомендует ходить уверенно, думать стремительно, а из окружения убрать завистливых людей. Этот день может кардинально изменить вашу судьбу. Но будьте осторожны, чтобы под вашу чистку не угодило что-то ценное. В суете и азарте можно наломать дров, если забыть про бдительность. Львы. Придется заниматься текущими профессиональными делами. В коллективе найдется помощник, за него и держитесь. Милости от природы в плане личной жизни не ждите. Произойдет ситуация, которая подведет черту под отношениями. А надо было быть чутким и заботливым. Девы. В этот день придется руководить каким-то крупным процессом или мероприятием. Не волнуйтесь, интуиция подскажет, как лучше поступить в экстренной ситуации. Пользу принесет сеанс йоги или духовной практики. Вы сможете быстро восстановиться морально, сохранить бодрость духа. Хотим поделиться с вами забавными кадрами. В Якутии появилась леса-попрошайка. Пушистая плутовка нашла местечко, где водители по местным обычаям кормят духов оладьями. И там регулярно выпрашивают себе еду. Ради угощения хитрюга подходит совсем близко к людям и спокойно ест угощение прямо из рук щедрых дарителей. Такое вот единение с дикой природой. Вернемся из морозной Якутии в среднюю полосу и перейдем к другим интересным и актуальным новостям. Все, внимание на экран. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце рабочей недели на севере и в центре европейской части России ожидаются потепления на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба. Начиная с четверга в центр европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления, сказал синоптик. По его прогнозам, днем в четверг и в пятницу в столице столбики термометров будут показывать около 0 градусов по Цельсию. Список документов, необходимых для регистрации автомобилей в ГИБДД, пополнился диагностической картой. Такое новшество ввел закон об отмене обязательного техосмотра личных легковых автомобилей россиян, вступивший в силу в конце декабря 2021 года. Предоставлять диагностическую карту нужно только при регистрации техмашин, с года изготовления которых прошло более четырех лет, включая год изготовления, указываемые в документах, идентифицирующих транспортное средство. Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса Омикрон, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Специальный набор из линейки Амплитест позволяет отличить вариант Омикрон от штамма Дельта за полтора часа. Ранее в Российской Федерации уже были зарегистрированы тест-системы для выявления штаммов альфа, бета, гамма и дельта, которые демонстрируют высокие показатели аналитической чувствительности и позволяют выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей. 13 января – канун Васильева дня. Вечер этого дня назывался щедрым. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Василий в вечер считали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. А что нам сегодня предскажут звезды, узнаем прямо сейчас и с продолжением астрологического прогноза для оставшихся знаков зодиака. Весы. Сегодня у вас в окружении появится человек, с которым можно смело начинать сотрудничество. Ваша творческая колья наконец-то вошла в нужное русло. Опережайте события в любовных отношениях. Если угадаете, о чем мечтает избранник, то в ответ получите море эмоций и признаний. Скорпионы. День борьбы с самим собой. Вот что вас ждет. Вам предстоит собрать в кучу мысли, изолироваться от суеты и быть на страже своего психического состояния. Возможен спор с коллегой, который заставит поменять планы. Если планируется командировка, то выбирайте самый короткий путь. Стрельцы. Вас ждет восхождение по карьерным ступеням. Удивительно, но этот путь вы мысленно уже неоднократно проходили. Вам удастся найти единомышленников, которые во всем поддержат. Финансовые цели пока оставьте в замороженном состоянии. Им еще не время реализоваться. Не торопите события. Козероги. По натуре вы не обидчивы, но сегодня любая мелочь может сделать вас уязвимым. Кто-то что-то сказал, не подумав, или чашку кофе на вас опрокинул. В общем, не день, а куча неприятностей. Обязательно созвонитесь с родителями или детьми. Возможны приятные новости, касающиеся финансов. Водолеи. Гороскоп советует самостоятельно решать бытовые и материальные проблемы. Если будете надеяться на кого-то, то этот кто-то подведет. Своевременно начинайте лечение, если обострилось хроническое заболевание. Эффект дадут народные методы и очищение организма. Рыбы. В вашей жизни ничего сверхъестественного не произойдет. Но возможны события, которые повлияют в будущем на карьеру. А вы ждали изменения в любовной сфере. Но здесь ситуация пока наколена. Не стоит внедряться в нее своими мрачными мыслями. Вечером ждите новостей и презента. Цифровые технологии сейчас внедряются практически во все сферы жизни. Совсем недавно мы даже представить себе не могли, что поставить свой автомобиль на учет можно будет просто и быстро при помощи портала Госуслуг. О том, как это сделать, расскажем далее. Мне нужно зарегистрировать свой автомобиль. Могу ли я сделать это при помощи Госуслуг? На сегодняшний день в рамках создания информационного общества в нашей стране особое внимание уделяется внедрению информационных технологий в сферу государственного управления. В частности, оказание государственных услуг в электронном виде. Единый портал государственных и муниципальных услуг дал возможность гражданам, не отходя от компьютера, подключенного к сети интернет, подавать заявление в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.gozuslugi.ru, заполнить необходимую информацию, пройти проверку индивидуального номера налогоплательщика ННН и номера индивидуального лицевого счета социального страхования СНИЛС, выбрать интересующую услугу и отправить заявление в интересующее вас подразделение ГИБДД на регистрацию или снятие с учета транспортного средства. После подтверждения из ГИБДД оказания услуги в указанное время прибыть в регистрационные подразделения ГИБДД. На территории Республики Мордовия государственные услуги населению по исполнению государственной функции по регистрации транспортных средств оказывает межрайонный регистрационный экзаменационный отдел ГИБДД МВД по Республике Мордовия. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется регистрационными подразделениями, расположенными в Саранске, Рузаевке, Краснослободске, Ковылкино, а также поселках Комсомольский, Зубовополяна, Кемля. Отметим, что преимущества подачи обращений через единый портал государственных и муниципальных услуг достаточно высоки. Так, заявление можно подать в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней. Оно может быть заполнено и направлено с любого компьютера, телефона, имеющего доступ к сети интернет. Предварительная проверка поданного заявления. Предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не требуется. Приоритетный порядок приема граждан. Прием и выдача документов осуществляется в индивидуальном порядке в заранее назначенное время. Однократная явка в подразделении. Услуга предоставляется в день обращения. При оплате государственной пошлины через единый портал предоставляется скидка в размере 30%. Таким образом затраты личного времени и средств для получения государственных услуг значительно сокращаются. Поэтому использование портала госслуг не только быстро и удобно, но и экономно. Подача заявлений о предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием единого портала и прием такого заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется с учетом следующих особенностей. Формирование заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется заявителем посредством заполнения реквизитов заявления на едином портале. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы такого заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о предоставлении государственной услуги. При формировании заявления о предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность копирования и сохранения заявления о предоставлении государственной услуги, возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги, сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о предоставлении государственной услуги значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о предоставлении государственной услуги. Заполнение полей электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги до начала ввода информации заявителям с использованием сведений, размещенных в ЕСИО и сведений, опубликованных на едином портале, в частности, касающихся сведений, отсутствующих в ней. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о предоставлении государственной услуги без потери ранее введенной информации. Возможность доступа заявителя на единый портал к ранее поданным заявлениям о предоставлении государственной услуги в течение одного года, а также частично сформированным заявлением о предоставлении государственной услуги в течение трех месяцев. Заявителю направляется сообщение О необходимости обращения в регистрационное подразделение с предоставлением ему возможности выбора, даты и времени обращения. Оригиналы документов предоставляются при личном обращении заявителя в регистрационное подразделение. По завершении административных процедур, действий, предусмотренных административным регламентом и после получения заявителем в результате оказания государственной услуги свидетельства или отказа в его выдаче, в личном кабинете заявителя на едином портале заявлению, на основании которого государственная услуга была предоставлена присваиваться, статус «Услуга оказана». Единственные и глубочайшие секреты медицинского искусства – это название запечатанной книги объемом в 100 страниц, которая была найдена среди вещей прославленного голландского доктора Германа Бурхаве после его смерти в 1738 году. Книга была продана с аукциона за 10 тысяч долларов. После того, как печать была скрыта, обнаружилось, что страницы ее были чистыми. Только на титульном листе имелась надпись «Держи голову в холоде, ноги в тепле, и ты сделаешь бедняком лучшего врача». Наш книжный гуру Сергей Чернавин знает много книг, в которых явно больше слов, и они однозначно дешевле, да и интереснее. Все внимание на экран. Сергей Сеничев, Ресентимент. По данным Википедии, Ресентимент – чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть, тягостное сознание, тщетность и попыток повысить свой статус в жизни или обществе. Вот такое, прямо-таки, безрадостное название для своего очередного поэтического сборника выбрал известный саранский поэт и публицист Сергей Сеничев. Нам же остается только поздравить Сергея Юрьевича с очередным творческим восхождением, ну и что-нибудь почитать из нового его. В реквиуме, книжке, на мольберте, за любою дверью и стеной смерть кругом. Как много в жизни смерти, все еще не выраженной мной. Но какой строкой в тоску не брызни, сколько слез не выли в решето, всюду жизнь. Ох, сколько в мире жизни, без которой даже смерть – ничто. Джулия Клейборн Джонсон, будь со мной честен. Позвольте познакомить вас с Фрэнком, 9-летним мальчиком, чей IQ выше, чем у 99,7% американцев. Он живет в стеклянном особняке на Бель-Эйр вместе со своей мамой, знаменитой писательницей Мими Беннинг, жизнь которой полна загадок. В ожидании ее нового романа замер весь мир, и редактор отправляет на подмогу Элис молодую девушку-ассистента. Только вот поработать с писательницей ей не удается. Вместо этого она будет вовлечена в необычный мир Фрэнка, его правил и проделок. Дебютный роман Джулии Клейборн Джонсон, будь со мной, чистен. О том, как жить, если ты не похож на других. И понимать, что эти отличия помогают увидеть мир совсем иначе и раскрыть его новые грани. Это по-настоящему теплый и нежный роман о взаимоотношениях мамы и сына, который учит нас любить и принимать друг друга такими, какие мы есть на самом деле. В книге «Будь со мной, честен» много трогательных моментов, способных согреть и утешить, заставить переживать и улыбаться. Прочтя его, вы сами сможете ответить на главный вопрос. Как стать своим в мире обычных детей девятилетнему мальчику, умственное развитие которого значительно превышает уровень сверстников? И стоит ли ему это делать вообще? И, наконец, «Будь со мной» – это прежде всего история о бесстрашной молодой женщине, которой открывается невероятный мир, где все совсем не то, как кажется на первый взгляд. Борис Акунин. Русский в Англии. Перед вами уникальный самоучитель по билетристике, описанный знаменитым Борисом Акуниным. Вас ждут нескучные теории, непростые, но очень интересные задания и, конечно, примеры их выполнения. Это мастер-класс творческого письма в десяти уроках и одновременно сборник увлекательных навел и историко-литературных эссе. Если вы давно хотели попробовать свои силы в билетристике, то вряд ли найдете более интересное и полезное пособие для обучения. Изучайте, следуйте советам автора, и результаты не заставят себя ждать. Эта книга захватит вас и не отпустит до последней страницы, даже если вы далеки от мысли стать писателем. Потому что в ней вас ждут встречи с хорошо знакомыми и совершенно неизвестными историческими фигурами разных стран и эпох. Ред вашими глазами, как причетливые узоры в калейдоскопе, будут складываться из мелких деталей красочные картины реальных событий, меняющих судьбы мира. Вы с головой погрузитесь во внутренние и внешние дела Англии и России последних нескольких столетий, узнаете множество самых разных фактов – драматических, забавных, трагических и просто невероятных, но всегда очень важных. Благодаря этой книге вы сможете еще лучше ориентироваться в российской и мировой истории. А может быть, впервые в жизни история как область знания серьезно увлечет вас. Наша программа подходит к концу. Желаю вам продуктивного и интересного четверга. Сегодняшний день и вечер обещают быть по-настоящему магическими. Загадайте перед сном желание, и оно обязательно сбудется. С вами было «Народное утро» и я, Евгений Семенов. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова